Здравствуйте, меня зовут Шапулат Воронежа Баевна, я преподаватель русской литературы Высшего медицинского колледжа. Урок литературы, тема Александр Сергеевич Пушкин, Евгения Анигин. Цель урока – знать жанровое, своеобразие и композицию романа, иметь представление о главном герое и сюжетной линии романа, уметь оценивать, осмысливать информацию. Краткое содержание романа Евгения Анигин. О произведении. Роман Евгения Анигин был написан Александром Сергеевичем Пушкиным в 1823 и в 1831 годах. Произведение является одним из наиболее значимых творений русской литературы по словам Белинского. Это энциклопедия русской жизни начала XIX века. Место и время действия. Описанное в романе «Забытие» происходит в 1819-1825 годах. Место действия – имение Анигина, Ларина, Петербург, Москва. Главные дела. Евгений Анигин, Татьяна Ларина, Владимир Ленский, Ольга Ларина, другие персонажи. Автор произведения – мать Ольги, Татьяна Ларина и Зарецкий, князь Энн, муж Татьяна, важный генерал, друг молодости Анигин. Глава первая. В первой главе автор знакомит читателя с героем романа Евгением Анигином, наследником богатой семьи, который спешит к своему умирающему дяде. Юноша родился на берегах Невы, его отец жил долгами, часто устраивал балы, из-за чего в итоге полностью лишился состояния. Когда Анигин достаточно повзрослел, чтобы выйти в свет, высшее общество хорошо приняло юношу. Так как он прекрасно владел французским языком, легко танцевал мазуркой и умел непринужденно рассуждать на любые темы. Евгений жил в праздной жизни, гуляя днем по бульвару, а вечером посещая роскошные балы, салоны, куда его приглашали известные люди. До утра жизнь его готова, однообразна и пестра. Однако счастлив ли Анигин? Нет. Рано чувства в нем остыли, ему наскучиво светошум. Вскоре Анигину пришло извести, что его дядя при смерти и хочет попрощаться с племянником. Когда герой приехал, дядя уже умер. Как оказалось, покойно завещал Евгению огромное имение – земли, леса, завод. Глава вторая. Евгений жил в живописной деревне. Его дом находился у реки, окруженный садом. В это же время в одну из ближайших деревень из Германии вернулся молодой помещик Владимир Ленский. Владимир был натуроромантичный. Владимир с Евгением постепенно сдружились. Они сошлись в волна и камень, стихи и прозор, лед и пламень. Владимир читал Евгению свои произведения, рассуждал о философских вещах. Автор дает характеристику в семье Ларинах. Ольга, младшая дочь, была всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела, как жизнь поэта просодушна, как поцелуй любви мила. В полной противоположности у Ольги была ее старшая сестра Татьяна. Дика, печальна, молчалива, как лань лесная, боязлива. Возвращаясь с Лариной, Онегин говорит Владимиру, что ему было приятно познакомиться с ними. Но его внимание больше привлекла не Ольга, у которой чертах жизни нет, а ее сестра Татьяна. Как-то бессонной ночью Татьяна разговаривала со своей няней. Она спросила, была ли она уже в молодости влюблена. Няня рассказывает, что ее выдали замуж по договоренности, 13 лет, и что такое любовь, она совершенно не знает. Татьяна Ларина решается написать письмо Онегину. Тогда письма все писались на французском языке, и она начала писать свое письмо. Глава четвертая. Евгений, который еще в годы молодости был разочарован отношениями с женщинами, был тронут письмом Татьяны, и именно поэтому не хотел обмануть доверчивую женщину. И невинную девушку. Учитесь властвовать с собой. Не всякий вас, как я поймет, где неопытность идет. Осуждая о поступке Онегина, автор Сирони пишет, что Евгений поступил с девушкой очень благородно. После свидания в саду Татьяна стала еще печальнее. Переживала из-за несчастной любви. Среди соседей идут разговоры, что девушке уже пора замуж. Онегин жил отшельником, гуляя и читая. В один из зимних вечеров к нему приезжает Ленский. Евгений расспрашивает друга о Татьяне, и Ольге Владимировне сказали, что через две недели состоится их свадьба. К чему Ленский очень был рад. Владимир вспоминает, что Лариной пригласили Онегина в гости на именины Татьяны. Татьяна очень любила русскую зиму, в том числе крещенские вечера. Когда девушки гадали, она верила во сны, приметы и гадания. И она под подушкой в одну ночь из этих дней крещенских вечеров положила под подушку зеркальце. И Евгений явился ей во сне. Он вонзил нож, кинжал, вонзил кинжал в груди пленском. Татьяна сильно испугалась, проснулась в предчувствии беды. Именины Татьяны, Онегин, приглашает исключительно Ольгу, не покидая девушку даже в перерыве между танцами. В Ленском виде это вспыхивает и негодованием, и ревнивым. Даже когда Владимир хочет пригласить невесту на танец, оказывается, что она уже обещала Онегину. Не в силах Ленский снести удары, Владимир покидает праздник, думая, что решить эту сложившуюся ситуацию может только Гуэль. Заметив, что Владимир уехал, Онегин потерял всякий интерес к Ольге и по окончании вечеринки вернулся домой. Утром Онегин приезжает к Онегину, приезжает Царецкий, передает ему записку от Ленского с вызовом на Туэль. Онегин чуть раньше стреляет и убивает Владимира Ленского. Ленский моментально умирает. Евгений в ужасе смотрит на тело друга. Глава седьмая. После дуэли с Ленским Онегин уехал из деревни. Ольга недолго плакала по Ленскому. Вскоре влюбилась в гусара и вышла за него замужем. После свадьбы девушка вместе с мужем уехала в полк. Глава восьмая. Прошло около двух лет. Рассказчик вновь встречается с Онегином на одном из светских раутов. Евгений там есть без действий досуга, без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел. Перед этим Онегин долгое время путешествовал, но это ему надоело. И вот он возвращается и попал, как отчасти, с корабля на бал. На вечере появляется дама с генералом, которая привлекает всеобщее внимание публики. Эта женщина выглядела тихо, тихо и просто. В светской даме Евгений узнает Татьяну. В один из весенних дней Онегин без приглашения отправляется к Татьяне. Евгений застает ее. Горько плачущая над его письмом, мужчина падает к ее ногам. Татьяна просит его встать и напоминает Евгению, как в саду, в аллее. Она смиренно выслушала его урок и ответила на его письмо. Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана. Я буду век ему верна. И уходит. Евгений как будто громом поражен словами Татьяны. Итак, выводы. Роман в стихах Евгений Онегин поражает глубиной мыслей, объемностью описанных событий, явлений и характеров. Домашнее задание. Дать характеристику Евгению Онегину, Еленскому, Татьяне Ларине и Ольге. Написать эссе на тему. Письмо Татьяны Евгению Онегину. Выучить письмо Татьяны. Урок закончился. Спасибо за внимание. Продолжение следует.